Девчата-котята, всем большой привет! Добро пожаловать! Сегодня у нас на повестке дня распаковочка и обзор покупок косметики из магазина Улыбка Радуги. Я уже успела потестировать все, что лежит у меня в этом пакете, и могу сказать, что сегодня, девчонки, будут классные и недорогие находки косметики. Сегодня будет уход за волосами и кое-что из ухода за лицом. Так что досматривайте это видео до конца, и давайте начинать. Поехали! Начну с ухода за волосами, и первое, что мы обсудим, это шампунь и бальзам для волос от бренда Валери Профессионал. Я нигде этот бренд, на самом деле, кроме Улыбки Радуги, не видела, поэтому я так понимаю, что этот бренд представлен эксклюзивно именно в этой сети. Это профессиональная линейка, и вообще, девчонки, пройти мимо стенда с Валери, мне кажется, просто нереально, потому что там вот такие красивые цветные баночки, очень большой ассортимент, там и шампуни, и бальзамы, и самые разные маски для волос, и большой ассортимент сухих шампуней, и разные укладочные средства. И этот стенд прям тебя манит, там еще все по таким бюджетным ценам, прям так и хочется поскорее что-то оттуда схватить и поскорее принести это на кассу и попробовать. В общем, что я взяла? Я взяла шампунь и бальзам из одной линейки, линейка называется Brilliant Volume, и это линейка для объема и блеска волос, и она специально создана для тонких и тусклых волос. В общем-то, это как раз моя история. Не скажу, что сильно тусклостью страдаю, а вот тонкие волосы, это прям моя история. Начну с шампуня. Шампунь стоил 299 рублей. Сейчас, кстати, я посмотрела на сайте Улыбки Радуги, он вообще идет по скидке, и по скидке он стоит, по-моему, то ли 160, то ли 165 рублей. И, в общем, супер-супер бюджетно, ну, бюджетнее, мне кажется, уже просто некуда. И этот шампунь без силикона в составе, без пробелов, без красителей, и он сульфатный. Здесь содержится содиум лаурет сульфат. Я вообще одинаково хорошо отношусь, на самом деле, что к сульфатным, что к бессульфатным шампуням. Я использую и те, и другие. Мне важно, чтобы шампунь хорошо, качественно промывал кожу головы и при этом не пересушивал волосы. Ну, и плюс еще не раздражал кожу головы. И здесь все сошлось, здесь все это есть. Он прекрасно пенится, хорошо промывает, нет вот этой скрипучести, перемытости. Знаете, вот когда шампунь до скрипа моет, потом просто не можешь пальцами волосы прочесать, потому что они становятся такие запутанные, как гнездо какое-то. С этим шампунем такой истории, к счастью, нет. Он достаточно приятно пахнет. Здесь такой свеженький, цветочный запах, но запах не навязчивый и на волосах долго не остается. Что нам вообще здесь пишет, кстати, производитель? Производитель нам пишет, что этот шампунь будет давать блеск и объем и заботится о здоровье волос. Из активных компонентов здесь заявлены протеины, сои, экстракт оливы, экстракт алоэ вера, а также экстракт зародышей пшеницы. Я мою голову через день, либо каждый день, и для частого применения он мне отлично подошел. Кожа у головы не раздражает, голова от него не чешется. Я им прям невероятно довольна. За такую цену, девчонки, это просто вот надо хватать и бежать. Реально классный. Бальзам для волос из этой же линейки Brilliant Volume, он тоже стоит 299 рублей, но со скидкой на сайте сейчас еще дешевле. И здесь в составе также нет силиконов, минерального масла, парабенов и красителей. Из активных компонентов тут присутствует масло ЖЖБА, оно обладает питательным действием, пантенол, это классный увлажнитель, мы с вами знаем, а также экстракт ромашки, который продает волосам сияющий блеск. У этого бальзама очень легкая, буквально тающая текстура. Ты его доносишь на волосы и чувствуешь, как он начинает уже в процессе нанесения как будто бы поглощаться волосами. И он дает очень такое легкое и невесомое увлажнение. Вот если вы ищете бальзам, который абсолютно не будет утяжелять волосы, это как раз тот вариант. Я думаю, что этот бальзам особенно оценен девчонке с неокрашенными, неповрежденными волосами, с тонкими волосами, кому нужен объем. Вот для таких волос подойдет просто идеально. Конечно, девчонки, мы с вами понимаем, что уход для объема сам по себе объемную укладку вам не сделает. Он вам поможет сохранить объем как можно дольше в течение дня за счет того, что такой уход не утяжеляет волосы. Но чтобы укладка была объемная, придется все-таки сделать укладку с помощью фена, расчески и так далее. Еще от этого же бренда Valery Professional взяла попробовать сухой шампунь. Сухой шампунь, блеск и сияние. И посмотрите, какой здесь большой флакон, целых 300 миллилитров. И стоит он 345 рублей. Что нам здесь обещают? Что он будет мгновенно очищать без капли воды, придавать сияние и гладкость, добавлять объем, облегчать укладку, не оставлять следов. Этот сухой шампунь на основе рисового крахмала. Рисовый крахмал эффективно абсорбирует излишки кожного сала. Таким образом, корни волос выглядят более чистыми, более свежими. И в составе еще есть зеленая глина, которая дает дополнительное очищение волос от жира и других загрязнений. Я уже несколько дней использовала этот сухой шампунь. У меня уже о нем такое прям сложилось полное впечатление. Мне он очень понравился. Во-первых, у меня от него не чешется голова. Аллилуйя, потому что в последнее время вот какой сухой шампунь не возьму, у меня от всех начинает чесаться голова. С этим шампунем вообще нет такой истории. Плюс он достаточно хорошо убирает жирный налет на корнях. Не скажу девчонке, что он вообще не оставляет белого следа. Он оставляет белый след, потому что он белого цвета сам по себе. Он без каких-то подкрашивающих компонентов. Но для того, чтобы не было потом у вас белого налета на корнях, нужно просто сухой шампунь правильно наносить. Сначала его разбрызгиваем по корням. Потом чуть-чуть массируем руками. После этого оставляем сухой шампунь где-то минуточек на пять, чтобы он успел подействовать и впитать в себя как раз-таки кожный себум. И после этого я беру расческу и как следует вычесываю корни. И вот при таком нанесении у меня не остается никакого белого налета. Я, кстати, сегодня перед записью этого видео наносила сухой шампунь. Ну и как вы видите, белых корней у меня нет. Может быть где-то моя там седина уже отросшая проглядывает. Но в целом от сухого шампуня налета на волосах нет. Что касается блеска, не скажу, что он дает какой-то прям дополнительный блеск. Но по крайней мере он не убивает тот блеск на волосах, который у вас уже был. Потому что некоторые сухие шампуни настолько сильно матируют волосы, что блеск прям напрочь пропадает. Здесь такого вот сильно матирующего эффекта я не заметила. Свежесть волос он держит достаточно долго. Мне на день совершенно спокойно хватает эффекта. И еще он приятно пахнет кокосиком. В общем, я этим сухим шампунем невероятно довольна. Я еще теперь хочу попробовать от Valery сухой шампунь для брюнеток. Интересно будет потестировать. И помимо шампуня для брюнеток, там еще есть интересный, по-моему, черри, фреш. В общем, там большой на самом деле был выбор сухих шампуней. Буду пробовать еще что-то из этой линейки. Потому что этот сухой шампунь действительно классным оказался. И последнее, что я взяла попробовать от этого бренда Valery Professional. Это вот такая сошетка со смазкой для волос. Это маска для сильно поврежденных волос. Она на основе масел миндаля и хлопка. И гексапептида. И вот именно пептид зацепил мое внимание. И мне захотелось попробовать эту маску. Стоит она 55 рублей. В этой сошетке у нас 20 грамм продукта. Вообще пептиды это очень сейчас популярная история. В уход за лицом пептиды сейчас очень часто стали добавлять. Сейчас появляется много исследований об эффективности пептидов. И это реально компоненты с доказанной эффективностью. Но вот чтобы в продукт для волос добавляли пептиды, я еще не едела. И именно этим, собственно, эта маска меня и зацепила. Давайте почитаем, что вообще здесь пишут про этот пептид. Гексапептид 11 увеличивает синтез коллагена и эластина и возвращает волосам упругость. Вот, оказывается, для чего здесь пептид. На мою длину волос вот такой сошетки хватает на два применения. И эту маску нужно выдерживать на волосах всего лишь 3-5 минут. Это, конечно, удобно, что не надо ходить с ней там 15-20 минут. Мне от нее эффект понравился. Действительно, от нее есть ощущение, когда ты смываешь ее с волос, что волосы становятся как будто бы более упругими. Звучит странно, когда ты говоришь о волосах, а не о коже. Но вот, правда, появляется такое ощущение, что волосы как будто более упругие. Они меньше тянутся во время расчесывания. Они какие-то такие более плотненькие на ощупь, более блестящие. Плюс эта маска классно увлажняет, напитывает, снимает электризацию с волос. Маска реально работающая, и мне вот такие сошетки очень нравятся брать с собой в разные поездки. Это суперудобный формат, чтобы не переливать свою маску в какие-то барочки, или уж тем более не тащить с собой огромную бадью с маской. Просто беру вот такие сошетки, кладу в косметичку в дорожную и с удовольствием использую в путешествиях. Ну, в принципе, для домашнего применения тоже можно брать. Еще я видела, там есть маска с ботокс-эффектом. Вот мне тоже ее интересно будет попробовать. И еще, по-моему, какая-то была, то ли с эффектом ламинирования, то ли что-то типа такого. Ну, в общем, тоже такие интересные масочки. Прям, я же говорю, девчонки, вот мимо этого стенда Валари пройти, ну, очень сложно, потому что там все недорогое, но при этом такое какое-то интересное, с какими-то интересными компонентами, эффектами. В общем, рекомендую, девчонки. Хорошая маска для поврежденных сухих волос. Теперь будем переходить к уходу за лицом. Патчи под глаза от интересного корейского бренда Benabi или Benabi. И, честно говоря, я не знаю, куда здесь правильно ставить ударение. Я нигде этот бренд, опять же, кроме как улыбки радуги, не встречала. Это гидрогелевые патчи с муцином улитки и с коллагеном. Нам здесь производители обещают, что они будут глубоко увлажнять нежную кожу под глазами, выравнивать тон, возвращать коже век красивый и свежий сияющий вид, а также увеличивать упругость кожи, улучшать микрорельеф и уменьшать отеки и мешки под глазами. Ну, в общем-то, все написано по факту, ничего сверхъестественного не обещают. В принципе, все, что здесь заявлено, эти патчи делают. Они вот в такой баночке, достаточно классической для патчи. Внутри здесь есть ложка, чтобы удобно было доставать. Хорошая пластиковая заглушка, благодаря которой эссенция у вас точно не испарится раньше времени. И эти патчи очень хорошо пропитаны, эссенции здесь действительно много. Сами патчи сделаны из хорошего, тоненького, эластичного гидрогеля. Они такие довольно крупненькие. Все, как я люблю. Я люблю, когда патчи большие, чтобы они прям максимально большую зону под глазками захватывали. И после этих патчей хороший эффект, который ты видишь с первого раза. Ты их снимаешь через 20 минут после нанесения и видишь, что у тебя зона под глазками посвежела, разгладилась, напиталась. Эссенция у них, что приятно, тоже не липкая. Можно спокойно после этих патчей наносить макияж, наносить консилер, и эссенция не будет скатываться под консилером. Стоят они 1042 рубля. В упаковке здесь находится 60 патчей. Еще один продукт от этого же корейского бренда и тоже для зоны вокруг глаз. Это крем под глаза. И называется он крем для векомолаживающий со змеиным пептидом. Вот именно змеиный пептид меня в этом креме и привлек. Потому что на самом деле я про змеиный пептид много наслышана. Его называют косметическим аналогом ботокса. Змеиный пептид работает над уменьшением мимических морщинок. Помимо этого, этот крем еще также увлажняет. Тут написано, что он устраняет отеки и темные круги. Повышает эластичность кожи. Выравнивает микрорельеф нежной кожи век. Объем у крема 40 миллилитров. Для крема вокруг глаз это довольно большой тюбик. И стоит он 659 рублей. По текстуре, по консистенции крем нежирный. Он достаточно такой легкий, легко распределяется. Но при этом он хорошо увлажняет. Его можно использовать и утром, и вечером. После него такая нежная, мягкая кожа под глазами. Кожа выглядит, в общем, после этого крема очень такой напитанный и ухоженный. Крем можно использовать и утром, и вечером. Он в этом плане универсальный. Я пробовала его использовать и так, и сяк. Под консилером он себя прекрасно проявил. Консилер на нем не скатывается. За такую цену и за такой объем так вообще, я считаю, шикарно. Еще у меня от этого же корейского бренда остались две тканевые масочки. Первая маска омолаживающая со змеиным пептидом. То есть она из той же линейки, что и крем вокруг глаз. И производитель нам обещает, что она будет интенсивно увлажнять, придавать коже мягкость и свежесть, а также уменьшать дряблость и вялость кожи. Здесь достаточно удобная лекала. Маска большая. Мне хватило ее, чтобы все лицо целиком покрыть. А это у меня не всегда получается с корейскими масками. Иногда у них такие какие-то маленькие лекала, что мне хватает, ну, вот так вот где-то. Две трети щеки покрыто, а одна треть щеки торчит. Здесь у меня покрылось, в общем-то, все лицо. Ткань в основу приятная, такая мягонькая, тоненькая. Очень много здесь было пропитки. И после этой маски кожа выглядит очень классно. Такая прям мягкая, свежая, отдохнувшая, напитанная. И мне понравилось, что здесь нелипкая эссенция. И после этой маски мне вообще не хотелось наносить еще сверху какой-то крем для лица, потому что она сама по себе дает очень крутое увлажнение. Я потом после нее делала макияж, и как же классно лег тональный крем. Вот просто идеально. Кожа выглядела восхитительно. Стоит такая масочка 189 рублей. Конечно, для тканевой маски не скажу, что это прям какой-то супер бюджет. Бывают тканевые маски и гораздо дешевле. Но у нее реально классный эффект. Вот классный эффект. Потому что не все тканевые маски дают эффект. Некоторые ты как бы наносишь, снимаешь, и ничего не происходит. Здесь же ты реально видишь результат. И вторая маска с муцином улитки. Здесь нам обещают, что она также будет увлажнять кожу, повышать упругость, эластичность, делать кожу более молодой, гладкой и упругой. А также будет улучшаться рельеф кожи. Я вообще люблю косметику с муцином улитки. Много всего пробовала. Муцин улитки на моей коже прекрасно работает. Вот если у вас, кстати, кожа склонная к жирности, проблемная, высыпание, постакне, обратите внимание на косметику с муцином улитки. Потому что муцин улитки как раз вот хорошо со всеми этими проблемами работает. Здесь тоже очень много было пропитки. И она тоже классно напитывает, увлажняет кожу. И ты видишь после нее замечательный результат. И после этой масочки мне тоже совершенно не захотелось еще дополнительно крем наносить. И так чувствовалось очень хорошее увлажнение. Мне, в принципе, вот эти две маски одинаково понравились. Я даже не знаю, какую из них вам посоветуюсь в первую очередь попробовать. Они обе классные. Ссылки на все продукты, как обычно, я обязательно оставлю в описании под видео. И также еще в комментариях закреплю ссылку, перейдя по которой вы сможете получить скидку 15% на товары по белым ценникам в Улыбке Радуги. Либо поучаствовать в их розыгрыше. Желаю вам прекрасного дня. Обнимаю. До встречи в новых видео. Пока-пока!